Руководители вообще, да, это все-таки пассионарий по сравнению с большей частью людей, да, это такая движущая сила общества, бизнеса, экономики, не знаю, там, всего на свете, вот, и культуры, и так далее, вот, потому что где бы это все было без предпринимателей, без продюсеров, без, там, организаторов и прочее, и прочее, вот, значит, надо понимать, что если вы чуть-чуть пассионарий, хотя бы чуть-чуть, не Александр Македонский, вот, как Гумилев, любимый пример у Льва Николаевича, Гумилева, автора теории пассионарности, Александр Македонский, любимый пример пассионарий, но даже если вы не Александр Леневский, тьфу, господи, Александр Македонский, вы, все равно, чуть-чуть у вас есть пассионарность, это что значит? Значит, вы по сравнению с большинством других людей, не со всеми, но с значительной их частью, обладаете большим запасом жизненной энергии, которую необходимо вам куда-то тратить. Вообще, что такое жизненная энергия? Это не чакры и не что-то магическое. Это клетки ретикулярной формации, такой специальной структуры мозга, которая производит психическую активность. То есть ваш мозг производит определенный уровень психической активности. То есть это такой тонус. И он у разных людей разный. Есть люди, у которых тонус близок к изолинии. С H470 я всегда добуду. И все, и трава не расти. Есть люди, у которых, наоборот, очень высокий жизненный тонус. Дальше его можно тратить по-разному. Можно тратить его на какую-то деятельность, сопряженную с риском. И, кстати, среди многих бизнесменов любят рискованные виды спорта. Вот этот мотоцикл, на самолетах полетать. Вот этот айронмен и так далее. Это все риск, перенапряжение. Из-за чего? Почему туда эти люди участвуют, бизнесмены, а рядовые сотрудники нет? Им горизонтальное положение на диване занятия. Это же не просто так. Не потому что одни лучше, другие хуже. Просто у представителей бизнеса артикулярная формация в среднем более активная, более динамичная, больше вырабатывает психической энергии, этого внутреннего психического тонуса. И это значит, что хотите вы или не хотите, эту энергию нужно будет куда-то деть. И вы сможете деть ее только в том случае, если у вас будет куда. Да, вот есть эти все рисковые всякие виды спорта, есть игры на бирже и так далее, которые тоже, в общем, это бесконечные симпатоадреналовые реакции и так далее. Но в целом занятость, деятельность, созидание. Вот когда вы лучше всего, продуктивнее всего тратить вот эту психическую энергию в созидание. То есть вот когда это не распыляется, как вот от гонок на мотоцикле, а когда это дает вам возможность что-то сделать. Оно как бы не тепло уходит, психическая энергия не во все на свете, куда попало. А оно аккумулируется в неком продукте, который вы создаете. Компания, проект, какой-то стартап, еще что-то. Что-то во что вы вкладываете, 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 и оно само начинает теплиться. Вы вкладываете свою психическую энергию, в это созидание возникает продукт, у него есть своя какая-то уже тяжесть, своя собственная жизнь, своя собственная история. Она привлекает других людей, она привлекает клиентов, она вовлекает сотрудников и так далее. Вот такое инвестирование психической энергии – это крайне продуктивное действие. И мы, конечно, должны думать про то, как находить эти инвестиционные, с точки зрения наших усилий, проекты, вещи и так далее. И я возвращаюсь. Если мы, как предприниматели, как люди с этим высоким уровнем психической энергии и так далее, начинаем испытывать апатию, скуку и так далее, и думаем, как бы все бросить, необходимо вспоминать, что психическая энергия требует реализации. И если вы бросите, вы запьете, вы что-нибудь еще натворите, и все это кончится плотевно. То есть, условно говоря, ну, конечно, может быть, все уже и обрыдло, и уже сил нету, и уже все это уже вас достало. Стресс в бизнесе. Но вы должны понимать, что вам нужна эта работа. Если вас, понимаете, посадить куда-то... Я помню, у меня книжка была, давнешняя еще я писал про успех, книжку. И там я привожу историю одного предпринимателя. Дело было еще в 90-х. И он пережил покушение. В общем, у него на этом фоне, понятно, и вообще такой... И в целом там все было непросто. В общем, ну, 90-е. Да. И он говорит, что хочется все бросить и сбежать. Вот. В Брест. Он сам был из Бреста. И я говорю, и что будешь делать там? Он говорит, да вообще все, что угодно. А он такой крупный, такой был яркий. И он такой, ух, вот. И говорит, да буду бочки грузить на этом, на вокзале, на погону. Грузчиком. Вот. Я говорю, ну, хорошо, вот ты день погрузишь в бочки, два погрузишь в бочки, на третий, через неделю, о чем будешь думать? Он подумал, по-моему, говорит, я буду думать, как организовать этот процесс более продуктивно. Что все закончил, что он возглавит, так сказать, все бочки. Вот. Это особенность нашей предпринимательской натуры. Мы должны иметь дело, в которое мы будем инвестировать усилия. И если даже вам все просто поперек горла там и так далее, вы должны сказать, окей, но если я сейчас вот скажу себе, все это мне не надо, я пойду там тихо сам с собой вести беседу, это будет хуже. И испугаться этого надо, потому что ничто так нас не бодрит, как страх. Страх потерять вовлеченность, занятие, вот эту сложность ситуации там и так далее. Этого нужно испугаться настоящему предпринимателю. И тогда он почувствует в себе силу, что и работа будет уже не казаться таким просто наказанием. Вы будете понимать, что это вам нужно просто, как еда, как воздух, как вода, нужно вот эту работу с ее стрессом, с ее напряжением, но не вот этим вот горяно все огнем.